Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я продолжу отвечать на вопросы подписчиков. Вот буквально недавно вопрос поступил. Вы находитесь в ресторане, в кафе, в каком-то публичном месте. Подходит мужчина и спрашивает, можно ли потанцевать с вашей женщиной. Как быть? Вопрос интересный. Он затрагивает целый пласт человеческих отношений. Здесь и мораль, и психология, и даже религия. Я сейчас на него отвечу, потом попытаюсь как-то обосновать свою точку зрения. Мое мнение, однозначно нет. В некоторых ситуациях нужно научиться говорить нет. В то же время я понимаю, что здесь могут возникнуть сложности. Давайте попытаемся понять, почему вообще в этой ситуации возникает вопрос как быть. Какие сложности могут возникать? Ну первая сложность, которая просто на поверхности лежит. Очень трудно отказать, когда просят вежливо. Если человек вам хамит, что-то у вас требует, находясь в роли просящего, попросту у него там какой-то синдром начальника в голове постоянно булькает, такого легко послать, куда подальше, легко отшить. Несоответствие какой-то ситуации вроде бы просит, но каким-то не тем тоном. Здесь само нутро вам подскажет, как с ним обойтись. Другое дело, когда человек обращается вежливо, с соблюдением норм морали, и, замечу, этикета. Такого вроде бы как бы отшить-то и неудобно. Но в то же время нужно понимать, что этикет и мораль – это вещи противоречивые. И вот это вот вежливое обращение, оно по сути содержит в себе сразу червоточину. То есть пытаются схватить и мораль, и этикет, а их невозможно схватить. Сейчас, немножко позже, я скажу, что такое этикет, как он формировался, и, в общем-то, можно будет понять, что с моралью он ничего общего не имеет. Скорее, он ей антагонистичен. Это первая трудность. Вторая трудность – это страх прослыть, не знаю, там, ретроградом, букой какой-то. Короче говоря, человеком зашоренным. Но это, опять же, во-первых, нужно ли вам мнение общества, мнение конкретных окружающих вас людей. И, во-вторых, какое вам мнение нужно, если вдруг оно все-таки нужно. Зашоренные люди – это не самый худший вариант, который бывает. Это люди, как правило, нормальные люди, морали, чести. Да, они могут выглядеть зашоренно, но далеко не худшее, что сейчас в обществе есть. И как раз худшие проявления социальности являются не в зашоренных людях, а, наоборот, в слишком разнузданных и развязанных, в слишком развязанных бабах. Я считаю, что это потолок того гниения общества, которое происходит уже несколько столетий. Поэтому нужно ли вам это общественное мнение? И если нужно, то почему вы должны соответствовать там какому-то общественному мнению? Кто-то зашоренных людей ценит, почему нет? Кто-то ценит скромность. Часть общества всегда будет ценить такую вот скромность нормальную человеческую. зашоренность, в конце концов. Это следующий момент. Дальше. Очень интересный эффект. Это наглость. Смотрите, с одной стороны просят вежливо, с другой стороны, в общем-то, это наглость. Просят чего? Что такое танец? Это флирт, не что иное. Это то действие, которое в конечном счете должно привести в кровать. Единственное, что здесь устанавливаются правила игры, что в кровать это действие не приводит. Скажем так, начало без конца. Но, тем не менее, эта игра очень своеобразной направленностью. Ну, так, примерно. В свое время, где-то, наверное, году в 89-м, может быть, в 90-е, в начало 90-х, когда сняли цензуру на телевидении, когда у людей стали появляться видеомагнитофоны, или же, говоря по-человечески, видоки и видики, появилось очень интересное явление. Берут люди кассету, допустим, там эту пленочную еще, напрокат, не зная, что на ней. Ну, написано боевик и боевик. Или же фильм какой-то по телеку идет. Вставляют кассету или смотрят фильм по телеку. Ну, вроде боевик. Действительно, там бегают, стреляют, убивают. Нормально, для советского зрителя то, что надо. И вдруг, бах, почти без перехода трахаться начинают. Что за напасть? Вот это западная культура пошла. Советский зритель к ней был не готов. У людей волосы дыбом вставали. Такой, эээ, по телевизору, на тебе. И вот сколько людей спрашивал, у всех практически одинаковая ситуация была. Садятся вся семья на просмотр фильма, какого-нибудь боевичка. Взрослые дети сидят. Вдруг, бах, чес пошел. Как быть? И практически у всех взрослые сидели, потупив взгляд, что называется, неудобно, неимоверно. И дети как-то неудобно. Может, они бы и с удовольствием посмотрели. Но не при родителях же. И вот все сидели, как бараны, набычившись на этот телевизор. И никто не вставал, не выключал. Не говорил, что вы, дрянь какая. И все. Люди как цепенели. Потому что слишком наглость большая. Вообще, человеческий, российский человек, он слишком ретрограден в каком-то смысле. Во многих кафе, во многих ресторанах, где есть живые танцы, ну, в смысле, живая музыка, танцы, видел такую вещь, что сидит даже компания мужская полностью, вроде бы уже подвыпившая, вроде бы уже такая довольно-таки развязанная. Забегают девки, начинают стриптиз танцевать. Или полу-стриптиз, даже там какой-нибудь восточный танец. Начинают сиськами махать. Отворачиваются. Мужчины отворачиваются. Люди еще, особенно мужчины, они еще не настолько развращены в массе своей. Средний российский мужчина, он все-таки очень еще в рамках существует. Не успели ему мозги разложить. Так вот, люди отворачиваются. А тогда телевизор не гасили. Абсолютно. Здесь происходит то же самое. Вот с этой просьбой потанцевать. То есть человек теряется откровенно. И происходит тот самый эффект. Как бы вот при детях смотреть порнуху. И дети будут смотреть. И никто не скажет первым, что надо это переключить, выключить и так далее. Вот это есть. И вот эти сложности возникают. Дальше. Нужно понять, что такое этикет. То есть человек все-таки спрашивает с точки зрения этикета. Этикет дозволяет такое действие. Но нужно понять, откуда этикет взялся. Вот этот этикет, когда можно танцевать с чужой женщиной, очень сильно, ну он и возник, можно сказать, но и очень сильно развился в начале, в первой половине, по крайней мере, 18 века. То есть во времена Петра Первого. Это как раз было очень серьезное западное заимствование. Развращение, секуляризация общества. То есть выхолощивание религии из общества. Морали. Насаждение вот этой вот чуждой, в общем-то, России западной морали. Понимаете, что такое тогда потанцевать с чужой женщиной? С учетом все-таки неразвращенности того общества на тот момент, это примерно то же самое, что сейчас, наверное, какая-то свингерская оргия, бухая абсолютно. То же самое. Кто этим занимался? Где это возникло? Это возникло в кругах очень высокой, скажем так, правящей элиты, правящей богемы, которая, как и сейчас, сходила с ума. В принципе, где самый разврат в любом обществе? В кругах правящей, либо зажравшейся, условно говоря, элиты. Элиты только по деньгам, но не по мозгам. Где он и сейчас есть, это во все времена так было. Рыба тухнет с головы. Первой развращалась вот эта так называемая богема, элита. То есть люди, которые уже просто не знают, с жиру бесятся, не знают, что бы им еще захотеть. У них есть деньги на все, для них деньги теряют уже смысл ресурса, для них это становится грязь. И они просто еще не знают, как бы вот еще вывернуться, чтобы еще такое попробовать. Вот тогда вывернулись так. Потому что до этого ходили с длинной бородой, и, в принципе, люди очень хорошо были воспитаны в христианской культуре. Сейчас, то есть, грубо говоря, с учетом инфляции, тогда потанцевать с женщиной, это сейчас, наверное, просто с ней посношаться тут же, перед вами на столе. Поэтому нужно понимать, что это, опять же, ретроградная вещь. Это ретроградный разврат потанцевать с чужой женщиной. Но мы же понимаем, что это такое. Это действительно ее полапать. То есть, ну, откровенно, флир, то, что, как я уже сказал, должно, по идее, привезти в кровать. Но оно не приводит. И поэтому говорить о том, что этикет в данном смысле ценен, он не ценен. Это этикет развращенной верхушки, зажравшейся верхушки 18 века, который потом вошел, да, частично в культуру. И поэтому бояться его отвергнуть абсолютно не стоит. Не отвергнете его, то надо будет дальше принимать этикет 19 века, этикет 20 века. И в конечном счете вы придете действительно к свингерским отношениям. Вот этот момент. Ну и последнее. Все-таки нужно понимать, что если вы хотите жить по морали, общество вас будет ненавидеть. Общество в целом и каждый конкретный отдельный его член. То есть он будет вас там осуждать, считать зашоренным, не зашоренным. Чуть-чуть перешагнете, будут считать слишком разнузданным. Всегда это говорил, что заискивать перед обществом дело, во-первых, ненужное, потому что вам это ничего не принесет. Во-вторых, неблагодарное, потому что общество вас ценить не будет. И более того, скорее оно даже будет ценить отморозка. Если вы будете жить по морали, по какой-то чести, вас будут ненавидеть и презирать. И скорее всего для вас это будет определенной социальной изоляцией. Поэтому не стоит бояться. И нужно иногда действительно понимать психологию и уметь говорить нет, даже когда это неприятно. Я еще раз говорю, что человека, который хамит, в каком-то смысле послать куда подальше даже приятно. Вы чувствуете, что восстановили справедливость. На, хамил, послан, что ты можешь сделать. А здесь вроде бы и не хамил человек, но на самом деле он хамил. Просто за ним стоит тот самый этикет, который уже частично в культуру въелся. И поэтому он вроде как бы хамит не от себя. Он вроде апеллирует к общественным устоям, к общественной морали. Но это не мораль, это аморальность. И вот это нужно помнить. Ну вот примерно так. Продолжение следует...